Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова В четверг руководитель города Дмитрий Владимирович Овсянников лично осмотрел аварийный участок дороги в районе села Поворотного и пообщался с исполнителями. Чтобы в кратчайшие сроки начать ремонт разрушенной оползнем дороги, был введен режим чрезвычайной ситуации. Договор с подрядной компанией уже заключен, работы начались. На первом этапе проведут гидрогеологические изыскания. Важно понять масштаб проблемы и точно определить, из-за чего произошел оползень. По заключениям специалистов будет разработан проект ремонта аварийного участка. На 100 метрах провала будет три скважины буровых. Дальше, выше, ниже и по краям, по обочинам дороги будут буриться также еще определенное количество скважин в соответствии с тем, что мы изначально в первых скважинах обнаружим. В зависимости от обнаруженного грунта, от слоев и его физических, механических показателей будут приняты решения. Либо заменять грунт, либо уплотнять и так далее. Из-за сползания грунта повреждено 100 метров трассы. Сейчас провал достигает 2,5 метров. Трещина оползня уже подбирается к домам села Поворотное. Важно остановить разрушительные процессы. Для этого примут все возможные меры, заявил глава Севастополя Дмитрий Владимирович Овсянников. Уже дано задание – расчистить водостоки и снять верхний слой дорожного полотна, чтобы уменьшить нагрузку. Также в связи с начатыми ремонтными работами руководитель города распорядился расширить объездную дорогу к селу Поворотное. Увеличить количество полос до трёх. Для того, чтобы обеспечить доступность города, транспортную доступность, четыре объездных участка будут приведены в боевую готовность. Я имею в виду повышенная пропускная способность. Это участок, который идёт через село Поворотное, участок, который идёт через Тыловое, Фруктовая-Любимовка-Богданово и Фруктовая-Любимовка-Макинзевые горы. В правительстве Севастополя рассчитывают завершить восстановительные работы на аварийном участке трассы Севастополь-Симферополь к началу мая. Хелена Корнохова, Дмитрий Еремеев, информационный канал Севастополя. В Севастополе началось строительство нового детского сада. Объект расположен недалеко от памятника авиаторам-черноморцам на проспекте генерала Острякова. Этот район в течение последних пяти лет активно развивается. У новые дома заселилось порядка 10 тысяч человек. Поэтому строительство детского сада здесь необходимо, говорят правительстве города. Сейчас на месте будущего здания пока только котлован. Открыть образовательное учреждение планируют уже в начале 2018 года. Будущий детский сад рассчитан на 220 мест. На его строительство в рамках федеральной целевой программы выделено более 150 миллионов рублей. Здание будет двухэтажным. Площадь занимаемой территории около 3000 квадратных метров. Я лично приехал, чтобы убедиться, что все работы ведутся. На следующей неделе для того, чтобы жители окрестных домов понимали, что здесь происходит, и могли задать интересующих вопрос, мы проведем обязательно встречу руководителя муниципалитета, внутригородского муниципального образования, чтобы учесть все пожелания, чтобы не было никаких затруднений при строительстве. Параллельно с детским садом в районе 5-го километра строят еще два дошкольных учебных заведения. Первый располагается в микрорайоне Шевченко. Он рассчитан на 260 мест. Стоимость работ более 170 миллионов рублей. Второй по проспекту Античный. Он сможет принять 280 детей. Объем финансирования почти 225 миллионов рублей. Строительство всех трех детских садов по контракту должно быть завершено до 20 декабря 2017 года. Это три новых детских сада, которые мы сдадим в этом году. Ранее предусматривалось что-нибудь сдаваться в 2018 году. Удалось убедить правительство России. Нам позволили за один год построить данные объекты. Напомню, что в этом году еще два новых детских сада пройдут капремонт. 122-й, 4-й и с учетом введенного недавно 87-го сада у нас и школы казачьей, которая будет на следующей неделе, у нас будет введено около 2100 мест для наших деток. Оформление детей в детский сад, обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, предоставление помещений ветеранским организациям, строительство детских площадок. Эти вопросы севастопольцы озвучили на очередном личном приеме у руководителя города Дмитрия Владимировича Овсяникова. Татьяна Богатырева добивается строительства детской площадки во дворе по улице Хрусталева, 165, с 2015 года. Рассказывает, детей в соседних домах очень много, а проводить свободное время им негде. Дети висят просто на деревьях, огородники их оттуда добрым словом спускают, и детям некуда деться. Руководитель города Дмитрий Владимирович Овсяников распорядился провести собрание жильцов для обсуждения места установки детской площадки. В нем примут участие депутаты Ленинского муниципального округа и представители департамента городского хозяйства. Детская площадка входит в перечень объектов для финансирования, и в этом году она устанавливается. Жительница Гагаринского района Наталья Бучменюк не может устроить младшего ребенка в детский сад. В очереди она десятая, и продвижения выше нет, говорит многодетная мать. Дмитрий Овсяников отметил, сложности с приемом в дошкольные учреждения детей младше трех лет в городе есть, но проблему обещал решить. Я знаю, что в этот сад берут детей и в два с половиной года. У меня сложность попасть на работу, я устраиваюсь официально на работу, и меня просто не возьмут. В репортаменте у меня даже делал предлагать сад. Это нереально. До первого мая, чтобы ребенок был оформлен. Не с первого сентября, а до первого мая. Подойдет такое решение? Да. Ставьте на контроль в саду, чтобы я это видел, чтобы роликов это выполнили. Личный прием граждан Дмитрий Овсяников проводит раз в полтора месяца. Планируются также и выездные встречи с горожанами. Рассказать о своих проблемах главе города можно, обратившись в управление по работе с обращениями граждан Департамента общественных коммуникаций Севастополя. Вероника Андреева, Дмитрий Ремеев, информационный канал Севастополя. У городских органов власти появится возможность в суде оспаривать кадастровую стоимость земельных участков, сниженную по заявлению собственников. Соответствующий законопроект был принят в среду 22 марта на пленарном заседании Государственной Думы Российской Федерации. Как показывает практика, в комиссиях не всегда удается добиться признания справедливой кадастровой стоимости. Однако, когда дело доходит до суда, практически всегда удается доказать ее несоответствие реальной рыночной цене. Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Анатольевич Белик отметил, что принятый законопроект – один из шагов по пути защиты Государственной Думы интересов граждан и предпринимателей в сфере определения кадастровой стоимости земли. После рассмотрения в 2016 году в судебных инстанциях были приняты решения, и суммарная величина кадастровой стоимости уменьшилась практически в 4 раза. О чем это говорит? О серьезной вашей недоработке. То есть система сегодняшняя, когда кадастровая стоимость реально различается с рыночной, является, на мой взгляд, не очень правильной. Я вам по Севастополю приведу примеры. Два участка рядом находятся, в десятки раз различается кадастровая стоимость. Это нормально? На мой взгляд, нет. Председатель законодательного собрания Севастополя Екатерина Борисовна Алтабаева проинспектировала проблемные участки Гагаринского района. Глава Севастопольского парламента осмотрела реконструкцию рыбачьего сквера по улице Павла Корчагина, а также провела рейд по несанкционированным торговым точкам. Рыбачий сквер, известный также как динопарк, был заложен в 1970-е годы. Ещё несколько лет назад эта территория была совершенно запущена. Неравнодушные жители ближайших домов забили тревогу, когда часть парка огородили под застройку. С весны 2015 года мы начали пытаться здесь убираться. Здесь было, конечно, страшно, потому что лично за динозавром шприцы конкретно приходилось возить нормальной такой садовой тележкой с горочкой. Везёшь, волосы немножко дыбом почему-то встают на загривке. Очень сложным вопросом было то, что часть сквера была вообще отгорожена и предполагалось, что, наверное, это где-то четвёртая часть всей территории, которая сейчас будет обустроена, должна была уйти под многоэтажную застройку консоли. И всё-таки в конечном итоге совместными усилиями ветвей власти и общественников территория была снова возвращена в общую площадь сквера. С апреля 2016 года на территории сквера заработала общественная уличная галерея «Парк». Активисты городской организации «Севпарки» провели здесь восемь выставок. Наш выбор пал на этот парк. Мы захотели и здесь возвратить это пространство. И галерея стала тем местом, таким местом сборки молодёжи, такой точкой внимания, которая, нам кажется, и привлекла сюда столько людей. Строительно-монтажные работы в динопарке начаты в феврале текущего года. На территории сохранят существующие зелёные насаждения и высадят новые. Весь сквер будет условно поделён на зону культурно-просветительских и массовых мероприятий, зону отдыха для детей, физкультурно-оздоровительную, прогулочную и хозяйственную зоны. Правда, такое удивительное пространство, где соединяется творчество, энергия, потенциал, правда, талантливых дизайнеров, вы же видите, художников, неравнодушных молодых ребят, жителей, которые проявляют свою инициативу, и депутатов муниципального образования, депутатов законодательного собрания. Вот такой вот, мне кажется, пример хорошо было бы, чтобы у нас было больше пространств, где усилия всех соединяются и главные результаты есть. По словам Екатерины Борисовны, срок окончания работы в Рыбачьем сквере согласно контракту с подрядной организацией «Стандартстрой» – ноябрь 2017 года. Однако руководители строительно-монтажных работ обещают завершить их раньше. В ходе рабочей поездки по округу председатель законодательного собрания совместно с сотрудниками полиции осмотрела точки несанкционированной торговли в районе улицы Бориса Михайлова и Героев Сталинграда. Проверка показала, что документы у предпринимателей просрочены, договоры на вывоз мусора и санитарные документы отсутствуют. Полиция выписала административные протоколы. Но, по мнению чиновников, победить стихийную торговлю можно только увеличив сумму штрафа. Мы ждём, что когда в полную силу начнёт действовать закон 130-й, мы выходим с инициативы и понимаем, что инициативу и правительство Севастополя, и законодательное собрание поддерживают, что штрафные санкции для таких нарушителей должны быть увеличены. Если сегодня мы понимаем, что полиция выходит и оштрафовать может, согласно административного нарушения, только на 500 рублей, это маленькая сумма. Сумму нужно увеличить. В нашем понимании, что эта сумма должна быть не менее 5000 рублей. Алексей Юрьевич Ярусов пообещал, что в апреле органы местного самоуправления создадут соответствующую комиссию, и все незаконные торговые объекты и гаражи в Гагаринском районе будут постепенно демонтированы. Следующая проверка запланирована на конец мая. Евгения Переплеснина, Виталий Коломеец, информационный канал «Севастополь». Приём заявок на конкурс «Самый дружный двор» продлили до 5 апреля. Напомним, правительство Севастополя объявило его 3 марта. Основная цель – благоустройство внутридомовых территорий с учётом пожеланий севастопольцев. Горожане, желающие принять участие, должны предоставить заявление в органы местного самоуправления, за которым закреплён многоквартирный дом. Победители определят в августе в пяти номинациях. Те, кто займёт первые 5 мест, в каждом из них получат деньги для благоустройства территорий. Общепрессовой фонд – 79 миллионов. Средства перечислят управляющим компаниям, которые проведут работы, исходя из пожеланий жителей. На сегодняшний день у нас подано 59 заявок. Часть из них зарабатывается в соответствии с формой, установленной по конкурсу. Плюс есть ещё достаточно большое количество желающих принять участие в конкурсе. Поэтому предлагается первый срок подачи заявок с 25 марта продлить до 5 апреля. В Крыму может появиться Объединённое Крымское войсковое казачье общество. Планируется, что в его состав войдут два подразделения – Севастопольское и Симферопольское. Это порядка 5000 человек – члены окружных казачьих обществ Севастополя и Крыма. О том, какую роль в развитии региона сыграет новая структура, говорили на рабочем совещании по реализации стратегии развития государственной политики России в отношении казачества на территории Севастополя и Крыма до 2020 года. Встреча прошла в аппарате полномочного представителя президента Российской Федерации в Южном федеральном округе. На ней присутствовали заместитель полпреда Анатолий Александрович Сафронов, представители исполнительной власти города и республики, а также казачьи атаманы. Стороны поделились планами и обозначили основные направления деятельности создаваемого общества. В первую очередь это будет укрепление обороноспособности региона, охрана территориальных границ, обеспечение правопорядка и защита экологии. Силовые структуры, которые диссоциируются на территории региона, получат в лице казачества самую надежную силу для выполнения своего функционала. Мы наметим пути реализации тех соглашений, которые были предварительно достигнуты казаками Крыма и Севастополя при поддержке федеральных и региональных исполнительных органов власти. После того, как мы внесем окружные казачьи общества Крыма и Севастополя в государственный реестр, после того будет собираться большой круг, на котором будут казаки принимать решения об учреждении Крымского войскового казачьего общества. Крымские казаки станут полноценными членами и участниками всего процесса, который предусматривается в стратегии развития государственной политики по развитию российского казачества до 2020 года, утвержденной президентом Российской Федерации. Все мы ожидаем положительных результатов и надеемся на то, что высшее руководство, а именно Совет при президенте Российской Федерации по делам казачества и в конечном счете наш верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин одобрит инициативы казаков Крыма и Севастополя. Севастополя 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 Поэтому я настоятельно им рекомендую самораспуститься в ближайшее время, потому что восприятие деятельности членов палаты в таком русле уже не воспринимается никем. О других событиях четверга 23 марта в коротком обзоре. Севастополь является лидером по закладке новых виноградников. Это отметил глава Севастополя Дмитрий Владимирович Овсянников в ходе обсуждения стратегии социально-экономического развития города. Из 1600 гектаров, заложенных в 2016 году в Российской Федерации, 457 принадлежит Севастополю. Однако на данный момент все лозы импортные, в стране остаются проблемы с собственным сырьем для виноградников. В правительстве города считают, что Севастополь может занять эту нишу. Для этих целей запланировано создание селекционного центра, в котором будут выращиваться образцы лозы. В правительстве города предлагают увеличить штрафы за незаконную торговлю. Соответствующие изменения в субъектовый закон об административных правонарушениях одобрило Главное управление потребительского рынка и лицензирование Севастополя. Согласно документу, минимальный штраф за незаконную торговлю увеличится в 6 раз и составит для граждан от 3 до 4,5 тысяч рублей, для должностных лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, от 5 до 45 тысяч рублей. Юридические лица заплатят от 100 до 450 тысяч рублей. Кроме того, предлагается ввести ответственность за неоплаченную парковку. Ребята из Севастополя примут участие во всероссийском слете кадет под патронатом Следственного комитета Российской Федерации. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Слет пройдет с 28 по 31 марта в Ставрополе. Представлять город будут кадеты 10-го класса из 22-й школы. Во время поездки ребята познакомятся с культурой и достопримечательностями Ставрополя, обменяются опытом, примут участие в спортивных соревнованиях, интеллектуально-правовом квесте и работе образовательных площадок. Руководство Гагаринского муниципального округа предлагает высадить виноградную лазу на внутридворовых территориях многоквартирных домов. Об этом сообщает Севастопольская газета. По словам первого заместителя главы Гагаринского муниципального округа Юрия Валерьевича Иванченко, это не только поможет возрождению виноградарства и виноделия в Севастополе, но и украсть районы города. Список дворов, в которых будет высажен виноград, составят после 1 апреля. В Евпатории прошел Кубок Крыма по русским шашкам. Главной трофей достался севастопольской спортсменке Елене Михайловской. Борьба велась в течение трех дней между 20 спортсменами из Севастополя, Симферополя, Феодосии и Евпатории. 14-летняя воспитанница 5-й спортшколы обошла ветеранов этого вида спорта, набрав 12 очков из 14 возможных. В среду, 22 марта, на улице Льва Толстого, троллейбус столкнулся с опорой линии электропередач, сообщает прислужба полиции. В результате дорожно-транспортного происшествия в приемный покой одной из больниц города поступил водитель и пять пассажиров с травмами различной степени тяжести. Сотрудниками госавтоинспекции по данному факту проводится проверка. 23 марта в России стартовал досрочный этап сдачи единого государственного экзамена. В этом году он продлится до 14 апреля. Первыми в расписании значатся ЕГЭ по географии и информатике. В Севастополе начали с информатики. На протяжении всего испытания его онлайн-трансляция велась на едином портале видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ». В городе открыли два пункта досрочной сдачи единого госэкзамена. На участие зарегистрировались 60 человек. В досрочный период имеют право сдавать выпускники прошлых лет экзамены и также выпускники текущего года. Выпускники текущего года сдают в досрочный период экзамены в случае получения зачета по итоговому сочинению и в случае положительной сдачи всех промежуточных аттестаций. То есть для допуска в досрочный период проводится образовательная организация и педагогический совет. Решил сдавать единый госэкзамен досрочно, поблажек не жди. Неписанное правило «Первому плюс за смелость» здесь не работает. Условия прохождения досрочных испытаний такие же, как и в основной период. Вход на территорию через рамку металлоискателя. В аудитории ведется видеонаблюдение. При себе разрешено иметь только паспорт и черную гелевую ручку. Заранее ЕГЭ по информатике в этом году сдаёт один человек. В этом году планирую поступить в Краснодарское военное училище, в котором требуется информатика. Поэтому сдаю. Так как поступление будет в июне, то решил досрочный период выбрать, чтобы раньше получить результаты. И, соответственно, было время ещё на другую подготовку. Продолжительность ЕГЭ по информатике 3 часа 55 минут. Присутствовать в пункте проведения экзамена в момент испытания посторонним категорически запрещено. Для повышения информационной безопасности контрольно-измерительные материалы, то есть сами задания, на досрочном этапе распечатывают прямо в аудитории. После написания работу сканируют и в зашифрованном виде передают в региональный центр обработки информации. Мне курьерская служба доставляет контрольно-измерительные материалы КИМ, так называемые. Это экзаменационные задания. Их будут распечатывать непосредственно в присутствии тех, кто сдаёт экзамен. При этом приходят они в зашифрованном виде. И только член ГЭК уже непосредственно перед самым распечатыванием этих материалов может их расшифровать. Всего в организации проведения государственной итоговой аттестации задействованы порядка тысячи специалистов. Это сотрудники Центра оценки качества образования, школьные педагоги, а также наблюдатели, аккредитованные Департаментом образования. Мы следим за порядком, чтобы не было списываний, чтобы, если участнику станет плохо, чтобы ему оказали медицинскую помощь. Следим за всем происходящим, чтобы был порядок, чтобы никто не разговаривал, не мешали участникам экзаменов. Досрочный период сдачи ЕГЭ продлится до 14 апреля. Самыми популярными предметами по выбору на этом этапе стали русский язык, общество знания и физика. Основная волна испытаний начнется 29 мая. Заявление на участие в государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в этом году подали 2167 человек. Анастасия Синица, Дмитрий Еремеев, информационный канал Севастополя. В Севастополе проходит турнир по волейболу «Крымская весна». В соревнованиях принимают участие более 120 спортсменов. Среди восьми женских команд уже определены победители и призеры. Мужские команды продолжат игры на следующей неделе. В спорткомплексе СевГУ финишировал волейбольный турнир «Крымская весна». Состоялось награждение женских команд. Кубки и призы вручил президент федерации Владимир Веселкин и главный секретарь Юлия Пухомилина. В этом году наш турнир проводится из восьми женских команд. Очень приятно отметить, что количество команд с каждыми соревнованиями растет. И я знаю игроков, которые не принимали участие. А если бы все, кто в волейбол играет в женские в Севастополе, было бы команд больше, чем восемь. Третье место заняла сборная студентов и преподавателей СевГУ. Вторая позиция у волейболиста клуба «Прибой», уступившая в финале победительницам команде «Филия». Капитан команды Елена Кристия. Ей вручен главный приз – кубок. Лучший игрок турнира Оксана Цыганкова награждена специальным призом. Две наши команды продолжают выступление в чемпионате Республики Крым 2017. Владимир Мелянский, Дмитрий Еремеев, информационный канал Севастополя. Это были все новости к этому часу. Еще больше интересной информации смотрите на нашем сайте xtv.ru. Телефон редакции 545112. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова